Олимпийская елка, такое название, дали новогоднему празднику для детей его организаторы. Мероприятие подобного формата и масштаба в новинку. Большой коллектив представительства Национального олимпийского комитета Беларуси в Брестской области постарался создать для ребят необыкновенную атмосферу приближения Нового года. И это им удалось. В первую очередь подвели итоги областного этапа республиканского конкурса рисунка «Олимпийский огонь зажигает сердца». Авторы лучших работ получили дипломы и памятные подарки. Директор представительства НОК Елена Белоконенко пожелала талантливым ребятам прийти к финишу конкурса первыми. А еще поздравила собравшихся их с предстоящим Новым годом. Это конкурс среди детей-сирот, оставшихся без попечения родителей и детей-инвалидов. Их работа, как я уже сказала, уже в Олимпийском комитете. И, возможно, среди них будут победители и республиканского конкурса. Но праздник не был бы праздником без главных героев. Среди них, конечно, Дед Мороз и Снегурочка. Не менее долгожданным для детей было присутствие на мероприятии олимпийских чемпионов. Гордость страны спортсмены, которые в представлении не нуждаются, посетили Олимпийскую елку. Особыми гостями праздника стала спортивная семейная пара Юлия и Петр Осайонок, приехавшие из столицы Синекой, чтобы поздравить детей от сборной Беларуси по тяжелой атлетике. Детям нужно устраивать праздники, такие грандиозные. Тем более, такие именитые спортсмены приходят сюда, приглашают. И детям приятно увидеть таких людей вблизи, присутствовать рядом с ними, увидеть их, прикоснуться к ним. Может, кто-то и станет будущим чемпионом. Олимпийский комитет Брестской области подошел к делу серьезно. Готовясь к празднику, организаторы учитывали интересы и потребности подрастающего поколения. Подарок ребята получили детский спортивный инвентарь, развивающий игры, сладкие презенты и специально изготовленные в качестве сувенира рюкзаки с символикой Национального олимпийского комитета. Счастью, не было предела. Однако и на этом сюрпризы не закончились. Вовлекательная викторина с призами, плюс представление под названием «Волшебные часы» отлично вписались в канву праздничной программы. Судя по эмоциям детей, формат мероприятия им пришелся по душе. А значит, продолжать стоит. Единогласно решили организаторы мероприятия. Продолжение следует...